Эти ребята из Севастополя уже известны в Ярославле. Не так давно с ними по скайпу общался губернатор Ярославской области, приглашая на Всероссийскую олимпиаду по математике. И вот, из виртуального Ярославль стал реальным. Уже завтра начинается первый этап математической олимпиады. Как рассказали ребята, задания в России намного сложнее. Задачи совсем другого плана. То есть в России, если там больше нужно подумать, то в Украине нужно больше именно поделать. Еще несколько месяцев назад ребята готовились к Всереспубликанскому этапу олимпиады на Украине. В ней они уже становились победителями и подружились со многими украинскими участниками. Сейчас расстраиваются, взаимовыручки теперь нет. Из тех олимпиад, на которые мы ездили по математике, в данный момент мы не общаемся из-за разных убеждений. То есть с некоторыми мы можем прийти к какому-то мнению, то есть просто уважать друг друга, а с некоторыми возникает конфликт. Девятиклассница Маша Кривошапка приехала в Ярославль из Крыма. Готовиться к олимпиаде она начала всего месяц назад. Рассчитывать на победу она все же пытается. Но, как рассказала мама Маши, Елена – педагог русского языка. Вся проблема в разных школьных программах. У нас другая система оценивания. У нас стандартные программы, которые стандартны для всех регионов Украины. И мы можем только немного менять количество часов в программе. Здесь, как я поняла, стандарт программы полностью перерабатывается под свое учреждение. У нас такого не было, и для нас это ново. И мы будем летом проходить специальные курсы, чтобы адаптироваться к преподаванию по российским меркам. Сегодня здесь, в концертно-зрелищном центре, на церемонии открытия финального этапа Олимпиады, собрались лучшие юные математики со всей России, в том числе из Крыма и Севастополя. 342 человека приехали из 51 региона России. Самая большая делегация – столичная. 98 школьников. За победу предстоит бороться и десяти ярославцам. В течение двух дней школьники с 13 до 17 лет будут решать задачи разной сложности. Проверять не только знания математических законов, но и логику, смекалку и творчество. Победа на такой Олимпиаде дает массу перспектив. Ряд ребят, которые станут победителями этой Олимпиады, они имеют льготы и право поступать в лучшие математические вузы страны. Те ребята, которые становятся призерами этой Олимпиады, они уже имеют тоже определенные преференции. Им это зачитывается при сдаче ЕГЭ. Мы действительно стремимся и делаем ставку на точные науки, потому что понимаем, что это основа для будущего нашей экономики. Приехали в Ярославль даже школьники из Болгарии и Китая. Правда, их результат остается вне зачета. Ну а лучший математический ум России будет определен уже в это воскресенье. Стана Доброхотова, Олег Клужников, Александр Широкий. День в событиях.